Пальца поставьте На баке чисто, все на борту Мы пройдемся по проходному каналу Казацкого Терминалу нашего Нибулон 6, риска холка На связи Нибулон 6 Ребятка, у вас извинилось распоряжение Так, я понял Да, точно так, мы положим Добрый день Ну вы еще не двигаетесь, да? Снимаемся Потому что Алексей Федоров подходит Львовскому повороту Слушаем, что стоит? Вышли из подходного Казацкого Следуем к вам Добрый день А до посадочек оставался Там заходится Полметра 0-3 Входим в линду Справа 2 метра Следующий рэм будем брать Метров 10 на ход вперед Можешь побольше метра Можешь побольше метра Где выполняется Подготовка И оформление Документов Это Место Облаштованное Витяжкой Сучасной Плитою Микроволновой Микроволновой Это типовая Каюта Места Места Желого контура Облаштована У нас комфортом Есть двустворчий шаф Есть Палица Стил Места Каюта На этом судне обладаю самозлом. Я приехал на вагту, у нас попугай. Он дружелюбный, ручный и выхованный. То есть он прилетел? Да, очень часто встречаются такие случаи, что коты, собаки. В основном собаки. А почему сами собаки, а не коты? Коты же легче тримать на ночи? Нет, собаки хорошо плавают. Булун выйдет, мы будем заходить, нет? Да, по расхождению с неволозом можно больше дальше. Придем. Собаки оба завели, идем на корму. Все, все. Стягивайте состав и берем на токань. Привет. Стягивайте. Да давай, Серега. Я буду шепоте. Давай, Серега. Я буду шепоте. Давай. Еще раз. Сейчас, сейчас там достает. Краниц пропеллент ушел. Хорошо. Хорошо. Она новая как была, а потом купили ее когда-то там. А кто вы владеете? Принято. Музыка. Буксир у нас мы имеем проект АПОС-115, это достаточно большой и мощный буксир, 2 560 лошадиных сил. Буксир класса река-море, предназначен как для морской буксировки, так и для буксировки речных составов, он многоцелевой, нашего отечественного исполнения, строил его наш Небулоновский завод ССЗ Небулон. Здесь на мостике мы сейчас находимся, мы имеем достаточно современное оборудование, мы имеем навигационные карты, ротары международного класса, Эндис, имеем компьютерное оборудование, имеем радиосвязь очень хорошую, которая дублируется. Достаточно современное и хорошее оборудование. Пульт управления навигационными огнями, значит это у нас эхолот, здесь расположены приборы контроля работы двигателя, потом указатель скорости угла поворота, автоматическое идентификационное устройство, АИС, автоматический идентификатор судов. Азимутальные колонки, они могут поворачиваться на любой угол, то есть 360 градусов, как у нас географическая картушка тоже 360 градусов, то есть они тоже очень сильно облегчают работу. Это растровая карта, значит на ней отражено позиционирование нашего судна в виде кораблика, мы видим свое местоположение на экране, то есть наложенное на растровую карту. Фактически бумажное, но занесенное туда. И мы на ней, грубо говоря, видим свое судно и она нам подсказывает, где мы находимся и куда нам его направить. Это у нас машинное отделение, проходите. Так, наушники одевайте, берите, пожалуйста. Хорошо. Два дизель-генератора, два главных вступительных помогачей, полево-пенто. Есть пути управления, наоборот управления, наоборот управления, наоборот управления, где датчики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Там бывают такие явления, ну, можно, наверное, как-то их логически объяснить, но Всяком случае я не увидел этого, не нашел объяснения. Когда мы стоим, происходит догрузка, все в штатном режиме, тишина, лёгкое волнение, ну, вообще, лёгкое-лёгкое, можно сказать, бриз, и с моря приходят волны таких размеров, что начинают просто трещать концы. Они буквально там несколько минут все это происходит, и потом это все опять прекращается, становится точно так же, как и было. При мне это было несколько раз, я почему-то не знаю, как, откуда берется это явление, резкий накат с моря, какие-то толчки там из дна, не знаю, такие случаи я наблюдал. Просто, и объяснить тяжело, очень тяжело.